Доброе утро, уважаемые телезрители! Янаульская студия телевидения начинает свою работу. Сегодня журналисты студии подготовили для вас материалы на самые разнообразные темы, и мы надеемся, что они заинтересуют многих из вас. Как вы думаете, кого больше в нашем городе, водителей или пешеходов? Независимо от ответа на этот вопрос, могу с уверенностью сказать, что первый наш сюжет заинтересует обе стороны, потому что рассказывает он о работе дорожно-ремонтно-строительного цеха НГДУ Краснохолмск-Нефть. Конечно, помнят, какое прекрасное лето подарила нам природа в этом году. Да, матушка природа была нынешним летом исключительно благосклонна к нашему району, что буквально в смысле этого слова ощутили на себе все мы. Самым благоприятным образом это отразилось, например, на трудовых достижениях сельских тружеников района. Но есть в нашем городе предприятие, для работников которого это лето стало прямым и переносным в смысле жарким, и по темпам работ, и по его объемам. Речь идет о дорожниках, о дорожно-ремонтном строительном цехе нефтегазодобывающее управление Краснохолмск-Нефть, акционер нефтяной компании Башнефть. Результаты их напряженного труда, что называется, налицо. Это асфальтированные дороги и тротуары, по ним мы ходим и ездим, даже не задумываясь о том, каких поистине колоссальных усилий требует нормальное функционирование дорожного строительства. Но время идет. На смену удивительно теплому, уравновешенному лету пришла осень. Сырая и холодная. И мы, грешным делом, направляясь в хозяйство Фината Тимиргалевича Шарапова, начальника дорожно-ремонтного строительного цеха НГДУ Краснохолмск-Нефть, думали, что возглавляемый им коллектив на заслуженном отдыхе, и мы его обнаружим, если не на Гавайских островах, то в не менее трудноступных местах, наподобие к санатории Зеленой Рощи или Янганау. Но мы, к искреннему нашему удивлению, крепко ошиблись. Впрочем, о сегодняшних днях в своем предприятии расскажет сам Финат Тимиргалевич. Лето – это самая горячая пара, наверное, для дорожников. Тем более, нынешнее лето благоприятствовало, наверное, погода стояла хорошая. Что Вы успели сделать за летний период? Какие работы? Чем занимались? Ну, в основном занимались мы по благоустройству города. Большой объем работы проделаны в этом году. И в том числе в колхозах, совхозах района, перед летней уборочной кампанией асфальтировали зернотока. В том числе перед открытием учебного года благоустраивали школы. Это колхозы Волка, колхозы Большевик. И тем самым прокладывали дороги с асфальтным покрытием. Это колхоз для колхоза Восток. В том числе она и служит для нефтянников нашего родного нефтяного региона. И одновременно проделали работу по объектам нефтедобычи. Тем не менее, мы созданы всех для нефтедобычи, нефтянников. Поэтому в этом году, как никогда, мы занимались по обустройству с твердым покрытием нефтепарков. Это нефтепромысел номер два. В том числе гравийным, щебеночным покрытием, щитармановского нефтепарка. В прошлом году мы очень большой объем делали Краснохолмской нефтепаркой. Но это сказывается по культуре производства основном. На истекший год, то есть мы уже завершаем летний строительный сезон, выпустили и перерабатывали более 120 тысяч тонн асфальтно-бетонной смеси. Это против прошлого года плана. Выпущено прошлый год за этот период 103 тысяч тонн, если в этом году мы немного план опередили. Если ее перевести на физический объем так грубо, мы бы могли твердым покрытием проложить дорогу с Янаула до Бураева, то есть 60 километров дороги. Но, тем не менее, работа по кусочкам идет, то есть по площадям, по благоустройствам. Я знаю, у нас декадник проходил по благоустройству города. В нем вы тоже приняли участие? Да, мы по декаднику основном работали. Это по улице Ленина, по улице Азина, по улице Советские. Делали мы по городу еще новые открывающиеся объекты. Это отдел внутренних дел, отдел внутренних дел. Есть налоговая инспекция, которая сдана объектом в этом году. Ну, очень многие. Год начинается у нас с Сабантуя, с проведением Сабантуя. Вот последние годы в районе проводятся всякие, ну, скажем, семинары, мероприятия. Она проходит очень разных уровнях. Но ни одно мероприятие не проходит без нашего счастья. То есть мы перед каждым мероприятием проводим подготовительные работы. Это начинается с границы у нас Бураевского района, по дорогам по Уфимской, по Нефтекамской дороге, по Таташинской дороге. Тем самым мы всегда стараемся принимать гостей, ну, в хороших уровнях. Я знаю, сегодня вы тоже заняты тем, что вы готовитесь к очередному семинару, к очередному семинару, прокладываете дороги на базах торговых предприятий, да? Немножко об этом расскажите. Несмотря на погодные условия, было решено, это глава администрации и совместно с руководством НГДУ, вопрос решено, что надо было устроить территорию Орсенгду, Краснохолмс и Райпо, и на Уфика района. Ну, тем не менее, коллектив, мы были озадачены, коллектив это воспринял правильно, ну, несмотря на что дни погоды, холод, сыра, ну, соблюдая минимальный, максимальный технологический процесс, ну, прокладываем вот сейчас, благоустроим территорию, хотя на нас это в прошлой неделе только короткий срок, но мы должны успеть к этому сроку, то есть пятница 20-го числа наши участники семинара, мы надеемся, что будут ходить по твердым покрытиям. В каких объектах и территориях там благоустроим? Благоустроим территорию Орсенгду, Краснохолмс и Райпо на сегодняшний день. Вы в этом году плодотворнее поработали, и если да, то с чем это связано? Люди стали лучше работать или как? Или погода такая была? Это в первую очередь от коллектива зависит, от коллектива. Коллектив очень на сегодняшний день стабилизировался, стабильный коллектив, я не ошибусь сказать. Это не зря говорят, коллектив, кадры решают вопросы, но на сегодняшний день в основном кадры у нас, они со стажем работают. Кто имеет более пяти лет стажа, они уже считаем их своими кадрами, то есть у нас управление на базе управления создано было в 90-м году, с того дня многие наши работники уходили служить рядом с советской армией, они пришли заново, мы уже семью возьмели, ну возвращается, уходит армия, возвращается заново, работает, посчитаем этими, гордимся с этими кадрами, во-первых, ну неплохо трудится. Зимний период для дорожников, это что, период отдыха, или у вас и зимой хватает работы, чем вы занимаетесь зимние месяцы? Это многие так ошибаются, многие так считают, вот летний сезон кончается, все на отдых, нет. Это зима своего рода, есть зима, сейчас вот с переходом на летний, на зимний период, нам необходимо всю технику перестраивать надо на очистку снежных заносов, это в первую очередь. Мы же, если первые рейсы автобусы не отправим в Нефтекамск, город, или город Уфу, мы же это считаем срывом. У нас не было срывов в течение пяти лет, где мы сейчас трудимся, не было срывов, чтобы вахтовая перевозка, или маршрут на движение мы срывали. Поэтому и свои черты характера по зимнему содержанию. Это транспортные средства летний период заняты были по строительству дорог, а на зиму они идут сплошное по содержанию по очистке дорог. И пулистам еще очень, это капризная, скажем, ситуация в погодных условиях. Гололеды. Вот на эти мероприятия у нас на сегодняшнем подготовлены противогололедные материалы. Ребята сейчас отпущены от пуска, механизмы подготовлены. То есть мы должны встречать и зиму, и провести их благополучно. А вот если на минуту забыть о вашей должности, что вы начальник цеха, вопрос вам просто, как жители Янаула. Вы, как жители Янаула, удовлетворены дорогами янаульскими? Вам нравятся наши дороги? Я честно признаюсь, пока еще мы не соблюдаем все технологии. Ну, несмотря на то, что как в 1977 году я начал работать здесь, в Янауле, то это тоже в нефтяной промышленности, в системе обвинения Башневи, в том же году Краснохом с нефтью я работал. Ну, несмотря, вот по сравнению с 1977 годом, вот в течение сколько лет, то есть, скажем, 95-й год, ну, улучшение есть, это в народе говорят, и также она самим приятна. Большое за интервью. Уважаемые телезрители, не ошибусь, если скажу, что все ждут выходные дни с особым нетерпением. Два дня, в которые можно заняться неотложными домашними делами или просто отдохнуть, для нас как небольшое вознаграждение после тяжелой рабочей недели. Но не для всех суббота-воскресенье законные выходные дни. И об этом наш следующий материал. Так уж получилось, что многие наши граждане имеют представление о работе милиции по навязанным стереотипам, причем по диаметрально противоположным. Либо это были фильмы о простоватом, обаятельном и умном работнике уголовного розыска, немножко неудачном на семейном фронте, с последующим красивым финалом, где преступники обезвреживаются, а зло наказываются. Сейчас же, опять-таки, благодаря крутым боевикам, милиции изображаются иначе. И с экрана в их адрес летят выражения типа «мент», «мусора», «козлы». В этом видеосюжете мы решили отойти от стереотипов и показать обыденные, рутинные часы службы различных подразделений городского отдела милиции. Рустам Закирьянов, молодой сотрудник следственного отделения, в день съемок был на дежурстве. Его рабочий день, который пришелся на выходной, подобен работе его старших товарищей, более опытных коллег, и складывается он из выездов на происшествия, допросов и очных ставок, хватает и чистой канцелярского труда. Типичным из многих дел о кражах, которые он расследует, является кража трех мешков урожа в деревне Кумалак, колхоза урожай. На экране вы увидите из четырех участников кражи Камалединого Альфина, уже имеющего два года судимости, и Камалединого Равката. Эта кража типична по двум моментам. Во-первых, безответственным отношением к сохранности крестьянского труда и колхозного имущества в колхозах и завхозах района. Во-вторых, преступление было совершено в составе состояния алкогольного обвинения и с целью продажи фуража для приобретения тех же алкогольных напитков. Равката Ухатович, скажите, пожалуйста, вот с какой целью, как вы думаете, вы своровали фураж несчастные два-три мешка? То есть с целью выпить не хватило денег, не хватило выпивки, так? Вот такая простая причина вас привела, в общем-то, к уголовному преступлению. Вашим родителям сейчас по сколько лет? Пятьсадцать семь, пятьсадцать восемь. То есть они практически на пенсию уже, да? Ну, мать на окончании, а отец еще работает, да? Ну, отец, наверное, и мать тоже, наверное, ваши родители тоже не мечтали вырастить в будущем вора. И, наверное, вы, как взрослый человек, должны были немножко думать о том, что совершая вот это преступление, оно по нашим сегодняшним меркам вроде как мелочное. Но, тем не менее, во-первых, у вас на роду теперь будет клеймо «вор» на всю жизнь. Ну, и, во-вторых, немножко надо было думать о родителях, которые, наверное, все-таки в таком возрасте, когда такие вещи уже безболезненно не проходят. Где гарантия, что завтра ваша мать не получится ударить или отец? Вы об этом думали или нет? Как всегда, свою профессиональную деятельность выполняли и работники госавтоинспекции. Правда, незадачливый водитель «Жигулей», пытавшийся проехать тот вечер под знак, мимо дома по Советской 4, вглубь 52-го квартала, так, наверное, до сих пор и в недоумении. Днем проезжают, а вечером уже нельзя. В пользу случая мы обращаемся к сотрудникам ГАИ с предложением почаще выступать с экрана, так как нюансов и различных деликатных моментов в взаимоотношениях водителя с сотрудниками ГАИ, наверное, больше, чем хотелось бы и тем, и другим. И здесь всем на пользу пошла бы широкая просветительская работа. По понедельникам, средам и пятницам, поздно вечером заканчивают свою работу и сотрудники отдела по работе с несовершеннолетними подростками. В эти же дни испытывают легкий душевный трепет и молодые педагоги, как наиболее сознательные и подготовленные представители педагогических коллективов школ нашего города для борьбы с подростковой преступностью. Конечно, можно хихикать, представляя, как молоденькая и миниатюрная учительница убеждает почти двухметрового подростка Акселерата не курить и не пить в подъезде. Но не будем забывать, что в наше время, когда правовая, производственная и прочая самодисциплина граждан пала очень низко, эти ряды учителей, сотрудников милиции, дисциплинируют подростков. Кризис кризисом в обществе, но власть на местах работает. С другой стороны, молодые учителя обогащают свой педагогический опыт, да и школьникам, подросткам не мешает узнать, что для их же здоровья и благополучия в городе работает постановление главы местной администрации об ограничении передвижения подростков школьного возраста до 16 лет по городу после 22 часов вечера. Наши съемки закончились поздно ночью. Мы задержались, так как сработала сигнализация в Агропромбанке, вооруженные нападения. Оперативная группа действовала четко и слаженно, что и отметили проверяющие. Тревога была учебной. Поэтому пусть спокойно спят банкиры и простые на улице. Их сон и покой оберегают работники нашего город-дела, оберегают, несмотря на те же проблемы и трудности в работе, которые переживает и вся наша страна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok потому что у нас очень много талантливых поэтов и писателей. Наш следующий материал рассказывает о работе литературного объединения «За мандаж». В начале октября, когда еще погода и природа баловала нас теплыми красками, состоялось очередное заседание литературного объединения «За мандаж». В нем приняли участие литераторы из городов Янаул и Агидель, Гураевского района. Среди них были Муновир Фазлуев, Аклима Саяпова, Амир Фатихов, Инсур Шангареев, Фарид Суфьяров, Камил Гореев, Данис Садриев, Клим Хисматуллин, Касим Гайданов, Сагид Нурмахметов из нашего города, Рамзина Тимирова из города Агидель, Фанзия Максютова и Фавадид Ахмедшин из Бурайского района. Их всех объединяет одно – глубокая любовь и верность литературному творчеству. На заседании состоялся заинтересованный разговор о делах, проблемах, успехе литературного объединения, о творчестве его отдельных членов. И, конечно же, местные поэты и прозаики на суд своих товарищей вынесли свои новые стихи и рассказы. Многие, несмотря ни на что, продолжают работать над новыми произведениями. Творчество стало для них неотъемлемой частью их жизни. Так, в намеченном конец октября, в семинаре Союза писателей Республики Башкортостан, который пройдет в Краснокамском районе, будут обсуждены новые рукописные сборники стихов Фарита Суфьярова, Фарита Мунирова, Рамзины Тимировой, Инсура Шангареева, стихов в просьбе Каусарии Шафиковой, рассказов Даниса Садриева. Только что вышла в свет книга стихов «Цветочный метель» нафисы Хабиб Диаровой из Бураевского района. Скоро поступит в продажу книга Рафиса Мухаммеддинова и Каусарии Шафиковой под одним переплетом. Называется она «Два лебедя». Вместе с тем, многие отметили, что есть необходимость разнообразить жанры, смирее браться за объемные произведения, как повесть, роман, поэма, драма. Они есть, но их мало, да и трудно довести до широкого круга читателей и зрителей. Сейчас в связи с историческим поворотом в нашей стране происходит психологическая ломка их творчества как начинающих, так и маститых литераторов. Жизнь во всей ее полноте должна отражаться и в произведениях. Они должны заставить людей задуматься, правильно ли я живу, что я значу в этом мире, винтик или важное звено, без которого мир не был бы полон и так интересен. Нынешний год для Замандаши юбилейной прошло 15 лет со дня его образования. Предстоят юбилейные мероприятия, встречи с любителями литературы. Есть еще одно радостное событие. Фариту Суфьярову, бессменному руководителю Замандаша, ответственному секретарю Янаульской писательской организации, который сделал немало для выявления новых талантов и оказал им большую поддержку для выхода на республиканскую арену, присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан». Коллеги поздравили его с этим почетным званием, пожелали новых успехов в творчестве. Телезрители, как вы знаете, сейчас в нашей республике идет подписная кампания на газеты и журналы. И тема нашего очередного сюжета имеет к этому самое прямое отношение. Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Аманат» Камиль Ягшегильдевич Ягбаев. Камиль Ягшегильдевич, расскажите, пожалуйста, какова цель вашего приезда в наш город и район? Янаульцы, здравствуйте. Мы приехали в Янаульский район и город с целью посвятить один из ближайших номеров журнала району и городу. У нас традиция. Отдельные номера журнала «Аманат» мы посвящаем определенному району и городу. Мы собираем материалы об истории района, о географии, о замечательных людях. И эти материалы на 2-3 года становятся, такой журнал становится на 2-3 года настольной книгой школьников и учителей. Они, учителя, воспитатели, такие номера используют в своей учителей, воспитательной работе. Девушка, как вы намерены организовать работу, вот именно посвятить нашему району журнал, номер вашего журнала? Мы уже поговорили на эту тему, побеседовали с работниками администрации. Сегодня побывали у главы администрации, уважаемый Назире Загитовича. Он эту нашу работу очень одобрил. Мы думаем пригласить директоров школ, активных авторов районной газеты и активных авторов-корреспондентов республиканской печати нашего журнала и обязательно при помощи сотрудников редакции районной газеты и местного радио- и телевидения думаем эту работу организовать. Георгий Ильич, скажите, пожалуйста, а кто будет автором, нужно отметить, такой большой исследовательской работой? В каждом районе и городе есть такие вот инициативные люди, которые самостоятельно, без подсказки, пишут районную вещь и республиканские газеты и журналы. При помощи вот таких товарищей и при помощи работников РАНО, района, потом при помощи директоров школ думаем эту работу организовать и они же будут нашими авторами. Пользуюсь слушаем ко всем жителям района и города, у кого есть такие вот легенды, материалы о родном крае, пусть они присылают в нашу редакцию или же РАНО сюда, и мы будем их с таким большим желанием использовать в нашем журнале. Ну, Камиль Ильич, наверное, в свою очередь мы тоже призываем наших телезрителей подписаться на ваш журнал. Спасибо. Яновский район, город, среди северных районов, хорошим, так сказать, хорошим счету по подписке на наш журнал. Здесь у нас очень много считателей. Думаем, что в 1996 году число подписчиков, число наших друзей будет увеличиваться. Будем надеяться. Спасибо вам большое. 20 октября в дорожно-ремонтном строительном участке Республиканского объединения Башкиров-Тодор произошло событие, напомнившее о том, что не везде на посторах России живется так мирно и спокойно, как у нас в Башкирии. В этот день перед коллективом это предприятие в торжественной обстановке вручали орден мужества молодому рабочему Закирову Ильдару Хатиповичу, недавно вернувшемуся с армии, прошедшего Чечню. Война в Чечне, что бы про нее не говорили, остается войной. На войне человек держит суровый и жестокий экзамен буквально на все и особенно на лучшие свои человеческие качества. Ильдар Закиров этот экзамен выдержал с честью. Свой гражданский и солдатский долг он отработал сполна. Честно служил, воевал, будучи раненым, сам не бросил раненого товарища в бою. Об обычном жизненном пути Ильдара, об армейской службе рассказал собравшимся толгат Гусману из Дауту, военный, военком нашего района. охранявшим подход к мосту через реку Джалко. Личный состав был атакован боевиками, пытавшиеся захватить важные в тактическом отношении объекты. Рядовой Закиров первым вступил в бой, прикрывая товарищей... Вручая орден, толгат Гусманович пожелал Ильдару здоровья, поблагодарил за добросовестную службу и выразил надежду, что и в мирном труде он останется надежным и добросовестным работником и товарищем. Рафид Гафурович Фазледдинов, руководитель предприятия, просто душевно и тепло отозвался молодым рабочим. Твердо обещал содействовать в профессиональном росте и дальнейшем учебе. Фикус Нуриханович Карамов как представитель местной администрации еще раз подчеркнул, что очень приятно, когда о молодых ребятах, наших земляках, узнаешь только хорошее, когда их труд, мирный он или воинский, так высоко оценивается, как это случилось с Закировым Ильдаром. Пройдут годы, Ильдар окончательно оправится после пережитого в Чечне, после ранения. Будет работать, учиться, появится семья. Мы желаем ему всего доброго на его дальнейшем жизненном пути. И дай Бог, чтобы о войне наши дети, его дети и внуки имели представление лишь по фильмам, книгам или по таким сюжетам, как наш. Прослушайте небольшое объявление городского отдела внутренних дел. В ночь на 4 сентября 1995 года неустановленные лица путем взлома замков проникли в металлический гараж, расположенный напротив Янаульского УТТ на берегу речки Янаулка. В настоящее время Янаульским отделом внутренних дел лица, совершившие кражу, установлены и задержаны. Из гаража были похищены два мотошлема красного цвета и аккумуляторная батарея от мотоцикла. Настоятельная просьба владельцу гаража обратиться в Янаульский отдел внутренних дел в кабинет номер 5 к старшему следователю Фердаусу Шайкатовичу Хузину. Это было небольшое объявление городского отдела внутренних дел.